Наверное, больше по инструментам, больше по горловому пению можно немножко, да, как-то, какое-то представление, чтобы каждый имел про горловое пение, откуда это горловое пение у нас, почему мы его поем. Меня зовут Дмитрий Кутлан, заслуженный артист Республики Калмыкия. Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Родина горлового пения – это Центральная Азия. Но так как мы с вами являемся потомками именно джунгарских барсов, то, естественно, наш ареал обетования был Центральной Азии. И мы выходцы именно с того региона, который на сегодняшний день богат горловым пением. Это республика Тыва, республика Алтай и Западная Монголия. Именно в Центральной Азии распространены вот эти стили, как кардара, хэмэй, сыгет. Это основные три стиля. Это ятуинские названия. Если на калмыцком их называть, то это будет хэркэн. Хэркэн – это рык верблюда. Когда он зовет самку, он, да, у него двойной такой голос, да, ищет самку, зовет, завлекает. Вот он делает звук хэркэн. О, хэркэнхэ говорят, да? Вот Кутлан сейчас в стиле хэркэн исполнил джангр. Есть стиль такой, называется кээмэ, в переводе из калмыцкого означает носоглотка. Вот посредством, с помощью носа и глотки, получается, извлекает вот этот звук. Такой звук подобен, наверное, как блеет овца. Леет овца или как олень тоже, да, он зовет самку, да, получается, тоже вот это все из явлений природы было взято. То есть подражание. Подражание, да, подражание. Вот такие вот вещи. Леет овца или как олень тоже, да, ищет самку, да, ищет самку, да, ищет самку. Вот это, с помощью носа и глотки извлекаешь такие звуки. Напрягать обязательно надо. Диафрагма, чтобы работала. Это как шотландский инструмент валынка. Шотландский инструмент валынка. Вот здесь у него есть такой мешочек кожаный. С помощью этого, да, мешочка набираешь воздух. А здесь извлекаешь из вот этого инструмента, как плейта, звук. Вот этот. И также здесь, это стиль называется кеме. Есть свист, свист такой, да, вот так сказать, ищкрая называется. С халмыцкого ищкрыха, это свистеть. То есть подключаешь язык, делаешь язык, обязательно должен играть какую роль. К небу прижимаешь язык и посредством его передвижения, вот по небу получается, извлекает вот такие вот звуки разные, вот планы. Это вот получается стиль ищкрая. Ищкрая, 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 ищкрая. На туинском ищкрая. Да, туинском ищкрая, на коломатском ищкрая. Но это самые три основные стили городового пения. Ты, 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 ты не это хэмьо, нету. Ты просто делаешь как, ты не упрягаешь даже на горло. Ну да, так и должно быть. Просто нужно контролировать именно, как сказать, забор воздуха. То есть не перебрать ни в коем случае, можно в обморок упасть. Потому что артериальное давление поднимается. Такое ощущение, как будто волосы на голове так шевелятся. Нужно слышать вот эти обертоны. А, о, у. Когда поешь, да вот. Попробуйте, можете попробовать, Даша. Давайте здесь звук. А, но такой закругленный делаем. Чтобы отсюда шел прям, как труба должен быть. А попробую подключить именно вот свои вот эти вот, так сказать, мышцы. Грудные, да, все вот. И давление сделают на горло. Харикаря у тебя получается в одной тональности, а хайми в другой тональности получается. Ты трястили не сможешь в одну собрать. Да, с ней. Ты должна быть все в одно. Общепринято, или, наверное, как-то, может быть, так считают. Кто горловое пение будет, кто он, джангарчик, в Камыке, да. На самом деле, это не так. Горловое пение можно для себя изучать просто. Для своего развития, внутреннего развития. Он помогает горловое пение. Хобби, хобби. Да, когда бывает тяжело, там, да, какие-то мысли бывают всякие разные. Приходит там, погода там плохая, допустим, да, еще что-нибудь, да. Воробей пролетел, да. Хорошо, а раньше ходил. Да, и ты поешь горловое пение. И прям такой, ну, ништяк прям бывает такой, вот, когда ты попел вот это горловое пение. Водушевление. Водушевление такое, почувствовал вот этот прилив сил, гармония какая-то. Это полезно, я думаю, для многих. Можно прям каждый день свое горло не драть там, да. Но немного, много нельзя. Много нельзя. Много нельзя. Давление подскочит. Транспорт. Да. На нашем канале появилась кнопка спонсорства. И я решил рассказать вам, что же такого интересного она может дать. Теперь у любого желающего появилась возможность напрямую влиять на развитие нашего канала и на его возможное будущее. Делать это вы сможете как раз через спонсорство. Активировав данную функцию, для вас станут доступными некоторые возможности, закрытые для всех остальных. Например, спонсоры канала смогут выбирать тему для следующего выпуска. Также будет доступен уникальный фото или видеоконтент. У всех спонсоров рядом с ником появится специальный значок и доступ к фирменным стикерам. Просто посредством горлового пения много для ансамбля, каких-то трио, для наших народных инструментов. Это как дополнение идет. Дополнение, разнообразие, красота. Поэтому здесь все зависит от ваших индивидуальных способностей. Вот кто может попробовать? Он должен цеплять там. Вот чувствуешь, как цеплялись. Видите, я вот нажимаю на кадык, не получается. Не получается. Кадык здесь важную роль играет. Надо его отпустить вниз. И попробовать. Джанглы Мактал – это у нас есть жанр такой в калмыцком песенном фольклоре. Жанр Мактал, восхваление. И вот этот Мактал мы восхваляем Богдаджангл, нашего хана. В нем описывается очень много таких моментов, таких, как ханский шатер, какой он был. Сколько было тирме – это стена, да, юрты. Мунин – это жерди. И вот... Дочун Дорюмин Тиримта – 44 стены было у него. Ханский дворец вот этот был. Дорюмин Тиримта – 4000 унинов жердей. До того огромный был дворец такой, да, вот. И восхваление Мактал подразумевает именно все такие вот качества его, благородные хана Джангара. То, что все его любят, все его уважают, почитают Джангара, да, ханыни. И барон биин халя-халя бахта сяхин залучит. Направо посмотришь, посмотри, какие, да, вот, красавцы, мужчины, да, сидят. Налево посмотришь, какие красивые женщины, девушки сидят, да, вот в этом шатре. Ага, весьма красивые. И мы сейчас попытаемся с Котланом исполнить Джангарим Мактал. Играет музыка 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 Играет музыка